МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне важнейшего события в жизни всех участников форума Ритм-2010 представления и защиты проектов Березовую рощу посетил губернатор, председатель правительства Омской области Леонид Полежаев. Визит главы региона не случайен. Правительством Омской области уделяется большое внимание различным молодежным программам, издаются законы, проводятся конкурсы и вручаются гранты. В области разработана и успешно действует программа помощи молодым семьям, которым оказывается содействие в приобретении жилья, а также финансовые выплаты при рождении ребенка. В целях социальной поддержки и правовой защиты молодых граждан осуществляется деятельность центров и служб социально-психологической помощи. Для поддержки и развития молодежного предпринимательства создана уникальная структура – бизнес-инкубатор, куда могут прийти за советом и помощью молодые люди, желающие создать собственный бизнес, а также уже состоявшиеся предприниматели. Во время визита в Березовую рощу губернатор встретился с участниками форума, ответил на многочисленные вопросы, касающиеся самых разных тем. В завершении общения с молодежью глава региона выступил с напутствием к участникам форума. Хотелось бы, чтобы вы увезли отсюда самый главный интерес, желание, пробужденное в собственное желание почему-то. Может, оно не завтра у вас оборудится, но пройдет какое-то осмысление, пройдет какая-то внутренняя вот такая работа, вы вспомните, что вот что-то было, мы попробуем. Вот вы говорите, давайте что-то мы попробуем, вот у меня что-то родилось. Вот. И второе, что я пожелал, будьте активны, тлеть нельзя. Ставьте всегда перед собой практически невыполнимую задачу, очень высокую плану. Если вы ее будете занижать, если у вас будет принижение собственного, это такое, а я вот не смогу, это, наверное, у меня не получится. Испавляйте себя от вот этого вот пессимизма. Вот. Жизнь и судьба любят людей активно и сильно. Встреча с губернатором Леонидом Полежаевым произвела на слушателей форума большое впечатление и, по их словам, стала хорошим стимулом к дальнейшему стремлению и профессиональному росту. Встреча с таким лидером, политическим лидером, конечно, она влияет на ребят таким, как энергетический заряд. Как раз у ребят накануне предзащиты своих проектов, защиты, этот человек с своей энергетикой, своим разговором, своей беседой дал понять ребятам, что у них может всё получиться. Он дал им понять, что ничего невозможного не бывает. И я думаю, что данная встреча, она поспособствовала повышению уверенности ребят в себе, в своей работе и в том, что у них всё получится. Спасибо. С одной стороны, это была большая неожиданность, то, что я при участии на форуме могу послушать ценные ответы на ценные вопросы от такого известного человека. На меня лично это, конечно, повлияло очень сильно, и у меня появилось большое желание рвения к дальнейшему продвижению как моего проекта, так и в разработке других проектов. Впечатление очень хорошее, я даже не могла предположить, что Геонид Константинович может так напрямую общаться с людьми, с молодёжью. Самое главное, что он позволил, ну, как бы, давалась такая возможность, что непосредственно задавались прямые вопросы и давались на них чёткие, ясные ответы. Предпринимательство – одно из самых популярных направлений всех молодёжных форумов. Слушатели этой секции очень серьёзно подходят к созданию своих проектов, стараются не упустить ни одной, казалось бы, мелочи. У большинства молодых людей уже разработаны проекты создания собственного бизнеса, есть интересные предложения по внедрению новинок. И в то же время они всегда готовы учиться, получать новую информацию, постигать секреты успешного ведения бизнеса. Приезд на форум «Ритм-2010» сразу двух министров Омской области в профильных направлении вызвал у ребят огромный и неподдельный интерес. Слушатели долго не отпускали собеседников, буквально засыпав вопросами. Александр Горбунов и Игорь Мураев отметили интерес ребят к развитию экономики Омской области. Главное, что вот в молодёжной среде происходили вот эти позитивные вещи, связанные с тем, что как раз генерировались какие-то здесь мысли, идеи, чтобы главное здесь была инициатива, положительная инициатива. Самое важное, что вот может кто-то не станет бизнесменом, но кто-то готов работать с бизнесом, готов предлагать свои идеи. Порадовало, что в общем-то люди живо интересуются нашей промышленностью, нашими заводами. То есть это означает, что ну как минимум это не только частное предпринимательство, но и частное предпринимательство, которое завязано на деятельность нашей промышленности. Либо как заказчики для производства каких-либо компонентов для своей деятельности, ну либо как поставщики. К важнейшему событию в защите проектов каждый участник готовится по-своему. Кто-то с товарищами по команде вносит последние правки в проектную документацию. Кому-то необходимо одиночество для лучшей подготовки к выступлению. А некоторых вдохновляют красоту родной природы и прогулки по набережной. Однако все без исключения участники уверены в своих силах и надеются успешно защитить свои проекты. Эмоции переполняют. У нас сегодня достаточно нагруженный день. У нас уже и прошла и предзащита, и подготовка. Сейчас после предзащиты выявились некоторые недостатки, что нужно доделать. Ну конечно волнуемся, но в силах своих уверены. Надеемся, что займем какое-нибудь место. Волнение присутствует, но мы работаем усердно, работаем много. И поэтому мы с нашей командой справимся, во всем я уверен. Тем более сегодня, когда была беседа с губернатором наш проект, по нашему проекту мы спрашивали у губернатора. Он сказал, что в нашем проекте заинтересована Омская область. Проект был уже готов, но по приезду сюда нам пришлось его перерабатывать, чуть-чуть дорабатывать. Поэтому мы работали над ним очень усердно, старались. И в принципе готовы мы уже на 99%. Осталось только чуть-чуть подготовить стенд, и тогда мы будем готовы на 100%, на 150% даже. И я считаю, что завтра мы защитимся на отлично. Очень много работы, уже время поджимает, и поэтому мы в темпе, в быстром. И в общем нормально, я думаю даже, если мы и не получим грант, все равно задумаемся, может быть приедем в следующем году, и как-то постараемся еще что-то новое. А накануне по традиции очередной рабочий день завершился красочным развлекательным мероприятием. Организаторы пригласили на форум популярную группу «Бридж-2.ю». На какое-то время участники, казалось бы, забыли о предстоящей защите проектов. Но оказалось, что будущие бизнесмены, ученые, журналисты и просто творческие люди умеют разделять работу и отдых. О проектах трудно забыть, потому что это основное поприще для действий. И это то, для чего мы приехали. Просто такие замечательные развлекательные программы, они как раз существуют для того, чтобы разбавить эту рабочую обстановку напряжения и стресс. Без расслабления вечером невозможно работать днем. Когда всей командой расслабляешься, когда можно каким-то образом самовыразиться, так как мы секция творчества, то на следующий день, каким бы важным он ни был, пусть у нас защита проектов, но гораздо в лучшем настроении подходишь к этому дню. Завершен очередной день форума «Ритм-2010». Он был насыщен интересными встречами и мероприятиями. Завтра у ритмовцев важнейшее событие – защита проектов. Съемочная группа «Минспорт-Медиа» желает всем участникам успешного завершения работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова